Вот каталка. Именно она победила в голосовалке. Всем привет! Итак, вот каталка. Таежные травы на спирте Альфа. Пока еще пельмешки не совсем остыли. Травки, травки, да. Травянистый такой. Я бы еще сказал, такой сладко-травянистый ароматец. Кисло-сладко-травянистый. Пить вредно же это страшно, и всем это будем. Талка на Альфе. Ну не жесть. Кисло-сладкое. Чувствуется в послевкусии. Прям сахарок хорошо ощущается. А вот травок, я думал, все-таки будет побольше. Они как-то более сдержаны. Но будем еще распробовать. Пока не остыли. Пельмешочка. Тут давно не было нормы по пельменям. Ммм, сирота. Вот пельмени, мне кажется, это полнейшая лотерея. Вот взял, красиво написано. Домашнее. Видимо, сгорел тот дом к херам собачьим. Видимо, из них и сделано все это. Из коровьих титек. Такая аптечная травка присутствует. Напоминает, как чай от кашля. Такой какой-нибудь грудной сбор. Шелфиочек такой. Немножко-немножко. Сладость прям хорошо ощущается. Далее. Вот то, что мне не нравится. Там какой-то кисло-сладкий такой заигрыш идет. Как будто смесь компота. Этого травяного отвара. И еще туда просто вот так вот взяли ложку сахара. Забодяжили, перемешали. Сказали, получи. Вот это вот послевкусие прям не особо прикольная штучка. Однако я совершенно точно могу сказать, что идет она достаточно плавно. Ну все, смотрим, читаем, сопереживаем. А про талку еще поговорим. Итак, водка особая талка таежной травы спирта альфа. Уникальный рецепт из девяти сибирских трав. Страна хрустальных рутьев. На природных натуральных компонентах. Вот когда уже появится надпись на пластмассе или что-нибудь такое вот. Прямо удивительно. Крепость 40, 0,5. Здесь у нас сразу перечисляют наши травки с картинками. Итак, Зверобой, Медуница, Душица, Шалфей, Таволга. Не знаю, как правильно читается. Иван-чай, Брусника, Саган-Дали и Радиола-Розовая. О, у Радиола-Розовой такой всегда специфический очень привкусит. Водка особая. В составе у нас вода питьевая справленная, спирт альфа. Ароматные спирты из растительного сырья, скобочка. Зверобой, Душица, Медуница, Шалфей, Ягод-Бузины, Черный. Листа Черной, Смородины, Листа-Брусники. Далее Сахарный, Сироп, потом Настой спиртованный, Наталой-Вадим. Чай Травянова, Сайган, Далее и Радиолы-Розовый. Настой спиртованный, Господи, Боже мой, я уже запутался. Настой спиртованный, Таволги, Иван-Чай-Кипре. Настой спиртованный, Экстракт-Расторопши. Это сразу, чтобы оздоровиться от печеночки. Изготовитель АО ЛВЗ ТАПАС. Московская область, город Пушкино. Но вот что интересно, я все-таки ожидал, что будет более тронисто-нажористый. Как оно сейчас фурыкнет, ну не скажу это. Все-таки более-менее сдержанно. Но, 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 все-таки и может быть сладковато сделали. И вот это вот какая-то вот кисло-сладкая бабуйня. А травки, вот шалфеек прям, фух, полетел. Так, еще чуть-чуть. Вот это вот сочетание травок, она так как, глянешь в состав, но бывает на мысль, что какая-то бабка-ключница или баба-лега пытается на ноги поставить дохлого воробушка. Потому что вот, ну прям ляку паш, столько всего намешали. И тебе чай этот, сагандали, кстати, вот который я терпеть не могу. А здесь еще и радиолы розовые. Это просто вот комбо, два в одном. Понятно, что она любителя, естественно. Но не могу не похвалить, все-таки достаточно плавно она идет. За плавность. Ну на первом, на первом таком аккорде все-таки такой сборчик аптечный. Он такой немножечко горчит, такой терпкость дает, а потом уже все остальное. А потом уже хорошо сахарит, а потом уже всякие вот эти вот радиолушки наши розовые. И же с ними. Так, немножко болтологии вообще про водку Талка. У меня на канале только один обзор на нее, который с ягодками, с нажилистыми химикалиями. Но в целом я с водкой Талка знаком достаточно неплохо. Вот не так давно на стриме, кстати, заходите на стримы практически каждую субботу вечером. Стримы на стримах часто бывают напитчики, на которые обзор потом не снимается. То есть я практически обзор делаю в реал тайме. Вот не так давно брал Талку с кедром. Блин, какая она резкая была. Просто вот тушите света, спасай планету. Ну просто горлодюрище жуткое. Она прям такая спиртяжная была и вкуса очень мало там этого. Прям так вот, какой-то нехороший такой осадочек. Но насколько я помню, там все-таки два было производителя. Здесь почему-то один он. Ну как-то так. Допустим, ну вот водка Талка. Для меня водка Талка, самая такая вот обычная, в синей такой, синей этикеткой, это такой ресторанный вариант. Когда ты в кафешечке где-нибудь приходишь, открываешь замечательное меню, где водка, ценник у нее умножается на два, то бывает еще больше. Ну и там смотрят, чтобы не переплачивать. Обычно что берешь? Там Талка, Хортица. То есть там ничего ты великого не ждешь. Ну посидеть, вкусить, пообщаться под закусечку, под сало, под соляночку. Вполне себе. Здесь вот они все-таки пошли дальше, глубже. Решили поиграться с травами. Тем более сделали на Альфе. Я думаю, многие только ради этого возьмут попробовать, как я. Подписывайтесь на канал, и будет вам счастье. Заранее спасибо и за вас. Ну и конечно, кто может поддержать меня, есть Бусти. Переходите по QR-кодику. Можно в принципе поддержать не только на Бусти. Вариантов много. Главное было бы желание. Вот я сейчас пью. Нет, сейчас я ее ем. Но до этого, когда пил, мне кажется, травки все-таки некоторые такой накопительный эффект здесь имеют. Потому что поначалу я больше ощущал именно вот кисло-сладкого, такого придурашного послевкусия. Сейчас все-таки травки поярче начали вырисовываться. Но все равно, повторюсь, это мне отдают какой-то настойкой. Я бы даже сказал, что я бы ее аптекой 24 на 7 бы не назвал. Все-таки а может надо было травок все-таки побольше? Ладно. Это уже мои загогулины поперли. Спасибо, что не жесть. Сказал, как есть. шалфеек. Вообще такая какая-то травушка горькая. Какая прям терпкая-терпкая. Ну и дальше там уже все это вместе начинает заявляться. Вы сами понимаете, что просто сложно. Сложно просто. А потом сладость. Кисло-сладкая, придурашенная послевкусия. Еще радиолка розовая. Эй, тьфу. Ладно, давайте по итогам. Чего тянуть-то? Короче говоря, водка-талка таежной травы на Альфе. Ценник, где купил. Полез ей искать чек, а нету. Где-то его пролюбил. Может, Коцпер. Он любит там подворовывать эти чеки. Не знаю, что делать. Может, у него маленькое приложение где-то есть там на его котином смартфончике. Типа Едодила. Он там вот чеки там сканирует и всякие кэшбэки нарабатывает. Не знаю, на хрена ему надо было. Ну так вот, если на вскидку. Где-то она была на районе там 300, по-моему, 30. Вот что-то вот такое. Брал я ее в пятерке. Ну, талка, водка такая, которая появляется где угодно. не какой-то супер-мега-эксклюзив. Вот давайте так вот. Вкус есть. Мягкость. Вот отмечу, вот просто отмечу, особенно не так давно была эта талка с кедром, которая вот как палка с кедром входила. Здесь, ну, не знаю, мне кажется, прям другой уровень. Она пьется действительно очень уверенно. Далее, вот говорить про вкус, это очень специфично, очень своеобразно. Если хотите, вот действительно, что-то такое с травками, с переливом сладенько, все это вот вместе играет, да. То есть, ну, вкусить можно. Хотя вот, допустим, если выбирая талку где-нибудь в кафешке, будет в выборе талка обычная и талка вот такая вот, более навороченная, то я все-таки, наверное, предпочел бы обычную талку, потому что она как-то более универсальная под любую закусть, потому что, ну, я здесь просто похавать хотел. А, допустим, под сало с чесноком и под солянку, ну, не знаю, не знаю. С племеник такой себе. Хотите чего-нибудь нового, интересного, попробуйте и напишите, естественно, в комментариях, какой блогер лох, что он ни в чем не разбирается, а за всем он будет откланиваться. Ну, и, конечно же, напоминаю, что мнение исключительно мое, субъективное. Да, кстати, я припоставил, наверное, три с половиной с двумя плюсами. Как это? Догадывайте сами. Я самодур. Потому что мягкость с мягкостью, но много здесь своеобразненького. За вас и, конечно же, до скорого. Догадывайте.